Всем привет! Сегодня в Мегахенде скидка 70 процентов. Давненько я здесь не была. Давайте прогуляемся. Я даже думала, что сегодня 60 процентов скидка, но оказалось, я неправильно посмотрела на сайте и даже скидка больше. Подошла к ряду с обувью. Единственное, что мне приглянулось, и то больше из-за фирмы, это вот такие сапожки от дизель. Очень необычные, со шнуровками, меховушками, кожаные. Интересные, но размер большой. Было не очень много обуви, но были и новые модели вот той же фирмы Cotton, но вот такие велюровые, я не думаю, что это очень практично. Итак, я уже в примерочной выгуливаю сегодня свое платье, которое недавно купила. Я его постирала, и мне кажется, оно немножко даже подсело. Но может оно и к лучшему, оно лучше даже на меня село после стирки. И смотрите, что я нашла. Уже был новый завоз, но я снова нашла вот этот неоновый кардиган. Многие из вас хотели увидеть его в примерке на это платье. Ну и давайте я его примерю. Вот он как выглядит, если его надеть на это платье. Не знаю, долго я все равно еще в нем крутилась, вертелась, представлялась, чем еще носить. Но состояние у него, скажем так, не очень. Цвет такой специфический, очень-очень яркий, такой кислотный. Мне кажется, мне такой цвет очень, ну не знаю, не очень подходит. Крутилась-вертелась и решила все-таки, что не буду я его брать. По составу 75% нейлон и 25% вангора. И сегодня бы он мне обошелся 84 рубля. Не помню, сколько в прошлый раз он бы мне обошелся, но сегодня на него цена вот такая. Дальше я примеряю вот такую футболочку мятного цвета с вот такой юбкой в полоску трикотажной. Сзади шлицы у нее нет. Она такая эластичная, тянущаяся на резинке. То есть здесь никаких ни замочков, ни пуговичек, ни шлевок для ремня нет. Она чисто вот такая трикотажная на резинке. Но ходить в ней будет не очень удобно, потому что внизу она узковата. На футболке мне не очень понравилось, что рукава в облипочку. Ну такое. Ничего, но можно найти что-нибудь поинтересней. Футболочка от Marks & Spencer в хорошем состоянии, подмышками катышек нет. По составу она состоит на 82% из вискозы, остальное полиамид. В хорошем состоянии. Цена ее сегодня 90 рублей со скидкой. Юбка вот этой фирмы Cotton. Там также осталось много вещей этой фирмы. То есть новых нам завезли, стоковых. Юбку эту я брала просто вот, чтобы примерить с верхами, скажем так. Потому что я сегодня пришла в платье. Дальше примеряю вот такую оранжевую футболку. Она мне очень понравилась. Цвет трендовый, насколько я знаю. Цвет апельсиновой корки в этом году. Что мне нравится, что здесь не обозначена линия плеча. То есть даже если она мне чуть велика, то это незаметно. Мне нравится, что она такая свободная, не в облипочку. Хорошая длина. Приятный цвет. Такой яркий, классная футболка и на ощупь тоже классная. Вот ее фирма. Не знаю, как правильно прочитать. Интересный такой бантик на этикетке. Она тоже в отличном состоянии. Нет ни катышек, ничего. Подмышки не грязные. Приятная на ощупь. И на удивление я удивлена была составу. По составу это стопроцентно чистая шерсть. Вот так вот. Кажется трикотажная футболочка, а на самом деле по составу шерсть. И стоила она тоже 90 рублей. Конечно, я лучше такую футболку возьму, чем ту мятную. Дальше нашла вот такой топ недоразумения. Тоже такого трендового цвета, но он не велик. Размер указан S, но мне кажется, это может быть и M. Мятый безбожно, конечно. Нашла его в разделе распродаж. Здесь вот такие есть кулиски, на которые можно подтянуть. Здесь спереди еще. Но он очень невелик. В принципе, может быть, была бы интересная модель, но когда мятая вещь, вообще непонятен ее потенциал. Вот она интересно оформлена на спинке, еще вот такое перекрестье идет. Фирма, насколько я знаю, недешевая. Тед Бейкер вот этот. И меня она привлекла на ощупь в первую очередь. Думаю, почему ее повесили в раздел распродаж. Мне кажется, наверняка тут какая-то натуральная ткань. И правда, когда я нашла бирку с составом... Кстати, на ней еще были две пуговички, на которых тоже написано название фирмы. И по составу это стопроцентный шелк оказался. То есть мне не показалось. Цена вообще смешная. 24 рубля. И я думаю, что если эту вещь отгладить и надеть на нужный размер, то была бы прикольная вещичка. Дальше я примеряю вот такую юбку. Но мне кажется, она как-то очень сильно расширяет мне бедра. То есть она резко от талии дает такое расширение. Она не белая. Она такого кремово-розового цвета. Такого зефирного. На камере немножко не передается. И что мне еще раздражает, что вот эта подкладка, она полиэстрова. Во-первых, она липнет к ногам. А во-вторых, вот при движении начинает торчать из-под подола. Ну, такая вот. Вот это ее фирма. Я не знаю, как правильно прочитать. Очень хороший состав. 63% лен. Остальное хлопок. Цена вообще смешная. 57 рублей. Есть карманы, что мне нравится. Но мне не понравилось, что она расширяет бедра и что подкладка выглядывает. А так на лето я бы, может, и взяла. Также взяла на примерку вот такую необычную юбку леопардовая. И у нее застежка сбоку на кучу-кучу таких пуговичек, обтянутых тканью и с тканевыми петельками. Но мне она не очень понравилась, потому что, я думала, она будет сидеть более свободно. Такая более а-силуэта. Ну, было непонятно просто. Она, оказывается, загружается к низу и как-то визуально мои бедра очень сильно увеличивает. Вот эти пуговички, про которые я говорила, с петельками. По составу приятная она на ощупь. Это стопроцентная вискоза. Леопардовый принт. 51 рубль со скидкой, но не очень мне понравилось, как она на мне села. Также нашла вот такие кюлоты, скажем так. На мой рост это точно как кюлоты смотрится. Они, правда, не свободные, как сейчас модно, а в обтяжку. Надела я их, конечно, на колготки. Они на ощупь такие колючеватые, потому что у них в составе шерсть. Но мне они понравились, как они сели. То есть размерчик сел идеально. Ремешок такой встроенный у них с пряжкой. И они в такую вот полосочку идут. Понравились. Вот их фирма. Размер шестерка. Ну да, восьмерка мне великовата, а вот шестерка в самый раз. Хотя иногда и восьмерка садится хорошо. По составу здесь 65% шерсти. Неправильно в субтитрах написала. Стоили они 66 рублей со скидкой. Еще нашла вот такое интересное платье. Я даже сначала подумала, что сверху настоящая кожа. Но нет. Здесь верх из полиуретана, а низ из шерсти. Юбка очень стоячая. Вот она прям стоит таким колокольчиком. Потому что такая плотная сбитая шерсть. Вот. Интересное сочетание текстур, фактур. Но она очень колючая. Это я вот даже на камеру сказала, что она очень колючая. Юбка, а под юбник они в ней не предусмотрели. То есть идет чистая шерстяная такая юбчонка. Но нет, конечно. Фирма Zara. И состав. Сейчас посмотрим с вами. Верх это стопроцентный полиуретан, низ из 80% шерсти. И она очень колючая. Идея может было ничего, но реализация как-то пострадала. 165 рублей со скидкой сегодня стоило. Но полиуретан такого хорошего достаточно качества. Мне кажется, он не так быстро бы потрескался. И еще сегодняшняя находка, которой я очень рада. Это вот такая косушка. Трикотажно-шерстяная. Мне кажется, она даже новая. Потому что тут есть и остатки отбирок. И по кожаным элементам видно, что они вообще не использовались. Поближе покажу потом. Понравилась расцветка такая. Клетка, не клетка. Гусиная лапка, не гусиная лапка. Вот эти кожаные элементы. То есть они не потрепанные. Ничего. Хороший состав. 50% шерсти, 50% акрила. Металлические молнии. Есть два кармана. На рукавах вот такие латки-заплатки. И вот посмотрите. Даже видно вот по этим ремешкам, что их никто не застегивал даже ни разу. То есть нет никаких заломов. Остатки отбирки. И стоила эта косушка 180 рублей. Мне понравилось. Я решила взять. И мне кажется, что в целом вот эта вот футболка, косушка и брючки смотрятся отлично. А вам как?